Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. Сегодня мы поговорим о том, как можно оказаться под пристальным вниманием правоохранительных органов, рассылая небылицы в WhatsApp. А еще мы расскажем о том, кому нельзя оказывать благотворительную помощь, чтобы тоже за вами не пришли люди в погонах. Начинаем, поехали. Сегодня в субботу Московский индустриальный банк приглашает в Черкесске по улице Лейна, 71, закупиться валютой. Доллары и евро по симпатичному курсу. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Субботу 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 Московский индустриальный банк. Об этом говорят эксперты на других уровнях. Но касаемо сферы экстремистских преступлений. Здесь как раз наблюдается определенный банк. Почему? Потому что существует такое мнение. Во-первых, говоря об экстремизме, следует разграничивать. Да, вот скажите, пожалуйста, если я, например, пишу в интернете, строчу, вот коронавирус придумало правительство, чтобы уничтожить там людей, управлять людьми, чипировать или еще какой-то там заговор делать. Это экстремизм? В данном случае нет. Это не состав экстремистского преступления, либо правонарушения. Здесь как раз новая статья действует о так называемых фейковых новостях. По статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса будет наступать ответственность, уже уголовная. То есть, статья достаточно популярная на сегодняшний день. Люди, многие не знают о существе. Вернее, знают, но они не знают в каком именно. Может быть, да, делают. Ну вот если я отправляю в WhatsApp какую-то группу, пишу, вот в Тиберде якобы вертолеты разбрасывают коронавирус, чтобы нас убить. Это тоже? Это будет составом преступления по одной простой причине. Если вы направляете в группу, где сидит два и более человека, то это публичное распространение заведомо ложной информации. Но опять-таки здесь есть определенное примечание и в самой статье, и в тех обзорах, которые нам дает Верховный суд. Вот именно плену Верховного суда, что здесь должен быть умысел. То есть, человек должен заранее знать, что он говорит неправду. И распространяет это для того, чтобы посеять память. Вот, а я же ведь могу дурку включить и сказать, что я отправил там в группу из 500 человек эту информацию. И сказать, а я вообще, у меня злого умысла не было, я вообще ничего не знал. Ну вот для этого как раз и существует весь механизм и оперативно-розыскной деятельности, и в дальнейшем следственных действий, так сказать. Для того, чтобы выяснить умысел, далеко не все преступники говорят, что они делают это все умышленно. Но умысел устанавливается в дальнейшем. Все равно найдете? Если так, то да. Скажите, пожалуйста, это какая-то прослушка есть, допустим, человек с погонами круглосуточно меня слушает? Или вы уже сидите в Инстаграме, в Интернете, и как-то это все помогает? Ну вы знаете, когда человек попадает под поле зрения правоохранительных органов, если у нас есть на то определенные основания, установленные законом, то все перечисленные вами действия, они будут осуществляться. Если есть на то законные основания, если есть разрешение санкции суда. Вот в этом году во время пандемии сколько человек вы уже пригласили и сказали, товарищ, что-то ты не то делаешь? Скажу конкретно, сколько людей пригласили в рамках индивидуальных профилактических бесед, это 11 человек. И как они реагируют на вас? В принципе, они понимали, что они делали неправильно и реагируют вполне нормально. Ну вот, что должен человек такого совершить, или это после решения суда бывает, чтобы уже включиться в списки экстремистов? Ну, во-первых, список экстремистов, он включается исключительно по определенному механизму. То есть это от того, что он совершил преступление, либо правонарушение экстремистской направленности, допустим, смотря в зависимости от какой тяжести. Если это просто он написал публикацию какую-то, за которую был привлечен, ни о каких списках экстремистов речи быть не может. Но он будет экстремистом. Он будет экстремистом, скажем так, на жаргоне общества. А вот на жаргоне правоохранительных органов. Потому что это я перед вторым вопросом хочу вас спросить. На жаргоне правоохранительных органов у нас как такового жаргона, наверное, нет. Есть человек, который вот сегодня здесь совершил преступление, это преступление было выявлено, человек понес за это ответственность. Это не ставит... С правовой точки зрения, что нужно сделать, чтобы стать экстремистом? С правовой точки зрения, совершить преступление, которое подпадает под разряд экстремистских преступлений. И только по решению суда? После решения суда, безусловно. То есть до этого мы не можем говорить о человеке, о его вине действует призмунация. Вот. Человек признал... То есть суд признал человека экстремистом. Теперь возникает вопрос. Вот. Все обсуждали во время пандемии такую печальную историю. Одну бабушку из соседнего Невиномыска, которая отправила своей внученьке денюжку на карточку. И теперь ее тягают за пособничество террористам-экстремистам. Скажите, пожалуйста, могут посадить такую бабушку за то, что она внучке помогла? Может, она вообще не знала, что девочка там куролесит? Вот как раз это и основной момент. То есть это та сторона субъективной... Та часть субъективной стороны преступления, которую необходимо установить в данном случае. Вот этот момент, знала она или нет, это основной вопрос, который нам нужно решить. Если она знала и целенаправленно отправляла... Ирина, простите, я же могу сказать, что ничего не знал. Ну, опять-таки, включается весь механизм. Да, будем уже проводить иные мероприятия, не только опрос. Безусловно, помимо опроса человека проводится весь комплекс мероприятий. Вот теперь скажите, пожалуйста, если даже в эту... Ну, не вы, а суд соседнего региона, ну, не посадят эту бабушку. Выяснится, что она не знала, ей там почти 70 лет. Ну, вот очень часто сборы осуществляются в интернете на благотворительность. Вот тоже явный пример был в соседней Адыгее. Там собирали денежку на лечение больного ребенка. Собрали более 10 миллионов рублей. Потом выяснилось, что этого ребенка нет. А на самом деле деньги уходили в Аль-Каиду. И теперь всех этих людей, кто... 10 миллионов – это огромная цифра для Адыгея. Теперь тягают в правоохранительные органы и спрашивают, был зловый умысл или нет. Чтобы вот на такое не попасть. Если даже вы меня не осудите, ну, как-то неприятно к вам приходить. И все-таки потом мало ли как это на биографии отразится. И второе, допустим, вот какие-нибудь там люди в Африке голодают, угнетаются. Давайте им тоже гуманитарную помощь отправим, на какую-то там карточку отправлять деньги. Насколько это опасно? Как не попасться на удочку, когда тебя могут привлечь? Уже не за экстремистские высказывания про коронавирус или терроризм или про политику, а просто потому, что ты деньги, даже рубль отправил. Вообще тема достаточно интересная сама по себе. Здесь опять-таки всегда ключевой момент это умысел человека. То есть, безусловно, люди жалуются. Говорят, вот нас пригласили, допустим, на опрос. Им это, скажем так, неприятная процедура опроса. Но здесь этого бояться не стоит. Почему? Потому что это устанавливается не для того, чтобы конкретное лицо привлечь, которое 100 рублей положил, а для того, чтобы всю схему преступную выяснить. И нужно немного потерпеть, даже если этого очень не хочется. Здесь как раз нужно содействие со стороны граждан, которые попали в такую ситуацию. Другое дело, что людям нужно быть осторожнее, когда они какие-то деньги отправляют на те же, опять-таки, колодцы в Африке. Вот наш уважаемый заместитель начальника, вы его знаете прекрасно, Базалиев Марат, который очень точную формулировку и фразу высказал о том, что если вы хотите помочь человеку, просто оглянитесь, посмотрите. Очень много людей, которые в этом нуждаются. Протяните эти 100 рублей тому, кого вы видите сегодня. И, возможно, вы увидите его благодарность, вы увидите ответную реакцию. И это будет большей помощью, нежели то, что вы направляете в колодцы на абсолютно сомнительные какие-то мероприятия. Очень много людей от этого пострадало. Опять-таки, пострадало в том смысле, что их, безусловно, не привлекут к ответственности, если у них не было умысла. Спасибо большое, Ирина. Приятного дня. Спасибо вам. Таким мы сделали это наше полезное утро. До новых волнующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok